Алексей Юрьевич Нурмагомедов, Институт теории физики ахинезера, кафедра физики эндра высоких энергий, расскажет вам про теорию струн и кварблюзную плазму в, так сказать, нулевом приближении, для того, чтобы вы разобрались, о чем идет речь. Алексей Юрьевич, пожалуйста, ребята, внимание, слушаем. Да, добрый день всем. Сегодня очень жарко, поэтому я постараюсь все-таки не затягивать. С этим делом так, чтобы все все-таки расслабились и наконец-то отдохнуть. Вот что я хочу, о чем я хочу рассказать сегодня. Конечно, это не будет там какой-то комикс в картинках, это будет нечто серьезное, но тем не менее, хочу сказать сразу, что относиться полностью серьезно к тому, о чем я буду говорить, конечно же, не стоит. Почему? Потому что это действительно нулевое приближение. Я хотел бы показать некую связь между двумя объектами. С одной стороны, между теорией струн, о которой, в частности, Александр Юрьевич, я вот так краем уха слышал, что он говорил в конце своей лекции об этой науке. Я о ней поговорю чуть подробнее. Ну и о кварблюонной плазме, и почему это интересно, и какая между ними связь. В принципе, скажем, мой доклад почему-то не работает. Почему-то не работает. Это переключалка. Сейчас, секундочку. О, вот так. Во-во-во-во. Да, значит, все в порядке. То есть на самом деле нам нужно разобраться с тремя пунктами. То есть что такое теория струн, потом спросить себя, что такое кварблюонная плазма, ну, наконец, самый третий, последний пункт, каким образом они вообще соотносятся друг с другом. Ну, давайте начнем с теории струн. Откуда вообще говоря растут ноги у этой науки? Ну, хорошо известно, что в 59-м году итальянским физикам Тулио Реджи была предложена теория полюсов Реджи. О чем была эта наука? Ну, грубо говоря, в то время пошла ускорительная техника и было открыто множество так называемых адронных резонансов, то есть резонансов, которые подчиняются теории сильных взаимодействий. Ну, и оказалось, что эти резонансы, опять-таки, в неком приближении, можно классифицировать таким образом, что частично некоторые из них вот лежат на таких прямых линиях. Эти линии, они называются траекторией Реджи. Ну, и на самом деле было, в общем-то, опять-таки, путем верификации с экспериментальными данными выведено это соотношение, что спин соответствующих резонансов, он прямо пропорционален квадрату их массы. О чем говорит вот это вот замечательное соотношение, что спин пропорционален квадрату у нас? Ну, во-первых, это говорит о том, что спектр этих адронных состояний, он эквидистантный. То есть он ровно такой же, как колебания струны. И вот это обстоятельство дало возможность в конце 60-х годов трем физикам Намбу, Нильсону и Саскинду высказать некое предположение о том, что адронные резонансы являются некими колебаниями макроскопической струны или макроскопических струн. Ну, в то время они называли эти объекты резиновыми лентами. Ну и к чему это приводит? Фактически это приводит к замене стандартных феймоновских диаграмм, которые вы можете видеть условно слева. Вот такая феймоновская диаграмма нарисована одночастичного обмена. Значит, это феймоновская диаграмма через обменом Реджионом, а Реджионом называется весь спектр адронных резонансов, лежащих на траектории Реджи. Ну и фактически все это дело переходит в взаимодействие резиновых лент или, как мы сейчас называем, струн. Все бы было хорошо, если бы действительно струны отвечали, скажем, жестким условиям эксперимент. Потому что, как вы понимаете, то, что не выполняется экспериментально, как бы красиво это ни было, ну, в общем-то, все это идет, ну, грубо говоря, в корзине. И в чем была проблема? Проблема заключалась в том, что струнная наука, она дает замечательное, мягкое, экспоненциальное подавление в области высоких энергий. Почему это замечательно? Потому что на самом деле это означает, что теория струн, она практически свободна от расходимости. Это просто мечта теоретик. Но, к сожалению, природа устроена совершенно другим образом. И вместо вот такого экспоненциального подавления мы имеем некий степенной закон, который был, в частности, Бродским и Фаррером в 73-м году открыт, и Матвеевым, Мурадянам и Тавхилидзе в Советском Союзе тоже в том же самом году. И фактически вот эта зависимость, степенная, амплитуд рассеяния от энергии в области больших энергий, она говорит о том, что квантовая хромодинамика, которая предсказывает именно такое степенное поведение, как раз и является правильной теорией, описывающей сильное взаимодействие. А теория струн, к сожалению, проигрывает. Но усилий на поприще построения струнной науки было сделано настолько много, что просто так от нее оказываться никто не собирался. И вот следующий шаг, очень важный, был сделан Шерком и Шварцем в 74-м году, когда они сказали, что теория струн, конечно же, не описывает сильные взаимодействия. Но, сказали они, эта теория описывает полностью все взаимодействия. То есть по существу теория струн является основой для построения фундаментальной теории всех фундаментальных взаимодействий и полей материи. Ну, по идее, как бы вот эта вот линия построения единой теории поля, она на самом деле брала, так сказать, свое развитие с середины 60-х годов, когда усилиями Вайнберга, Саламу и Глэшу была построена теория электрослабых взаимодействий, когда объединили две силы, электромагнитную и слабую. Потом был толчок, пошел в развитие стандартной модели. Но я хочу сказать, что стандартная модель не является ни в коей мере никакой объединительной теорией. Почему? Потому что в стандартной модели три константы взаимодействия. Константы взаимодействия электромагнитная, константы сильного взаимодействия и слабого взаимодействия. То есть на самом деле эти все вещи разные, нет никакого объединения. Ну а мечта физиков после Вайнберга, Салама, все-таки найти нечто такое объединительное. В частности, еще раз повторюсь, теория струн является на данный момент наилучшим кандидатом для решения этой проблемы. Хотя на самом деле она, конечно, обладает кучей недостатков, о которых я постараюсь коротко рассказать чуть дальше. Значит, что вообще происходит, когда мы переходим от частиц к струнам? Происходит, философы бы сказали, произошла смена породнения. На самом деле от точечных частиц мы переходим к неким протяженным объектам. Эти протяженные объекты, они на самом деле, в принципе, могут быть двух типов. Открытые струны, которые вы видите слева, и замкнутые струны. Ну и на самом деле осцилляции, с которыми связаны частицы, осцилляции этих струн, они действительно разные. Насколько разные, давайте посмотрим. То есть в самом простейшем случае, если мы время мы куда-нибудь пока что отбросим и попробуем нарисовать картинки, связанные с трехмерным пространством. Значит, для того, чтобы в трехмерном пространстве у нас три координаты, x, y и z. Для того, чтобы параметризовать точки на струне, нам нужно задействовать одну из этих координат. Ну, допустим, мы задействуем координату z. Тогда у нас колебания струны будут происходить в двух пластиковых костях, соответствующих координатам x и соответствующим координатам y. То есть на самом деле у нас, в общем-то, получается два способа, каким образом колеблятся эти открытые струны. И по существу, ну вот здесь очень грубое приближение, я могу сказать, что эти два способа, они соответствуют двум поляризациям некой частицы. Ну, допустим, того же фотона. Почему именно фотона? Почему именно двуполяризации? Ну, на самом деле это все выводится, за этим стоит глубокая математика. На данный момент нас это не сильно волнует, в общем, давайте этот факт примем как данность. То есть открытые струны, они соответствуют неким частицам с двумя степенями свободы. Если у этих частиц две степени свободы, это говорит о том, что это безмассовые частицы. Ну, а соответственно, если мы ассоциируем вот эти частицы с частицами, подобными фотоном, это говорит о том, что на языке физики элементарность частиц, это говорит о том, что мы имеем дело с так называемыми калибровочными теориями. Опять-таки, что такое калибровочная теория? Ну, в общем, ну вот нечто. В частности, электромагнетизм является простейшим примером калибровочных теорий. Вот, что происходит в случае колебаний замкнутых струн? Ну, примерно то же самое, потому что, скажем, положив эту струну в трехмерное пространство, вы все равно одну координату должны как-то задействовать для того, чтобы описывать точки на струне. Ну и, соответственно, у вас две степени свободы только остаются. Теперь эти две степени свободы, они также соотносятся с поляризацией некой безмассовой частицы, частицы, но в данном случае, опять-таки, за этим стоит такая суровая математика, в данном случае эти колебания соответствуют неким гравитационным модам, гравитонам. То есть с открытой струной связаны калибровочные поля, с замкнутой струной связана гравитация. Ну, а если хорошо подумать, то оказывается, что замкнутые открытые струны, они друг с другом связаны. Каким образом? Ну, во-первых, мы из двух открытых струн всегда можем организовать третью открытую струну. Это будет соответствовать взаимодействию вот этих самых открытых струн. Но что самое замечательное, то, что из двух открытых струн мы также путем их взаимодействия можем соорудить замкнутую струну. О чем говорит этот факт? Этот факт приводит вообще к суперзамечательной вещи, связанной с тем, что две взаимодействующих открытых струны эквивалентны одной замкнутой. Что это означает? Это означает, что дублируя взаимодействующие калибровочные теории, я могу воспроизвести теорию гравитации. Ну, и, по сути, этот факт, он дальше как бы будет выстреливать в моем дальнейшем рассказе о том, каким образом теория струн связана с фарглеонной пазмой. Вот. То есть, на самом деле, получается, что в рамках теории струн вы совершенно естественным образом... видите эту связь между фундаментальными взаимодействиями типа слабых, сильных и электромагнитных, и гравитационным взаимодействиями. Но если быть точным, вот эта связь, она на самом деле была обнаружена в контексте совершенно другом в начале 20-х, или там, середине 20-х годов Теодором Калузе и Оскаром Клейли. О чем они говорили? Они говорили о том, что, на самом деле, закон физический силы притяжения, он страшно напоминает закон физический электромагнетизма. То есть, эти обе силы, они работают как единицы на R в квадрате. Так, ну и, соответственно, ими было предложено некая схема, которая объединила в себе электромагнетизм и гравитацию. Но для того, чтобы это достичь, нужно было выйти за пределы четырех измерений, четырех пространственно-временных измерений, и ввести дополнительное пятое пространственное измерение. То есть, в пятимерии, согласно Калузе и Клейну, эти две силы, гравитация и электромагнетизм, они представлены одним фундаментальным взаимодействием. Правда, конечно, теперь интенсивность этого фундаментального взаимодействия не спадает не как R в квадрате, а как R в кубе, но это уже тонкости и детали того, что мы находимся все-таки в пятимерный физик. Это не квантовая, это классическая теория. Это, конечно, хороший вопрос. Как насчет квантования здесь? Я могу сказать следующее, что вообще, когда вы говорите по квантованию даже стандартных теорий, я имею в виду всех тех, которые входят в стандартную модель, вы сталкиваетесь с миллионом трудностей, безусловно, связанных с тем, что у вас появляются расходимости, которые нужно каким-то образом изолировать или убрать. У вас появляются аномалии, которые фактически тоже нужно каким-то образом изолировать и что-то с ними сделать. Если вы собираетесь квантовать гравитацию, все эти вещи, они не складываются, они умножаются. Поэтому до сих пор никакого нормального способа проквантовать гравитацию нет. Но есть, опять-таки, есть точка зрения, которая идет от теории струн, что не нужно квантовать, вообще говоря, именно полевые вещи, а нужно квантовать некие фундаментальные объекты, которые лежат за ним. В данном случае нужно проквантовать струну. И вот квантование этой струны, оно приводит к тому, что у вас свободная от аномалии и от ГОСТов, квантовая согласованная теория струн, она существует только в 10 измерениях, то есть одно время и 9 пространственных измерений. Но это, с одной стороны, нонсенс. Почему? Потому что, сейчас я скажу, почему. Но, с другой стороны, вот это пространство большое, оно дает возможность включить в теорию струн уже на квантовом уровне, все, что хотите. Конечно же, в этом все, что хотите, гораздо больше из того числа частиц, о которых мы знаем, но, с другой стороны, есть, вообще говоря, некие моменты достаточно интересные. Ну, во-первых, опять-таки, давайте вернемся к проблемам теории струн, и среди этих проблем можно выделить, ну, по крайней мере, три проблемы. Значит, во-первых, проблема дополнительных измерений. Мы их на практике не видим. Значит, очень хотелось бы увидеть какие-то следы дополнительных измерений на эксперименте в том же самом ЦЕРНе, на Большом Адронном Коллайдере. Но вот на тех энергетических масштабах, на которых мы сейчас находимся, это порядка 100 ТЭФ, ничего подобного не видно. Второй момент. Вот этот вот результат десятимерия, он существенно зависит от того, суперсимметричная у вас наука или нет. Значит, суперсимметрии тоже, вы прекрасно понимаете, не все так просто. Почему? Потому что экспериментально, опять-таки, на Большом Адронном Коллайдере суперсимметрию не обнаружили. Хотя на самом деле суперсимметрия является абсолютно замечательной вещью, без которой построение единой теории, по крайней мере, трех взаимодействий это электромагнитного, сильного и слабого, становится абсолютно невозможным в принципе. Почему? Потому что если вы нарисуете картинки, каким образом ведут себя бегущие константы связи, а на самом деле константы взаимодействия теории, они не являются константами в привычном смысле. То есть они зависят от энергетического масштаба. Для того, чтобы увидеть эту вещь, нужно вычислить соответствующие так называемые бета-функции для КХД, для КЭТ, для слабых взаимодействий. И вы увидите, что если вы не привлекаете сюда суперсимметрию, у вас сходимости этих констант в одной точке просто не будет. То есть это означает, что таким образом хоронится вся эта светлая мысль, святой гра теоретической физики, что вы не можете построить единую теорию фундаментальных взаимодействий, по крайней мере, трех. Я уже как бы не говорю о гравитации. Но если вы в рамках даже минимально суперсимметричной стандартной модели, у вас сходимость точки есть. То есть суперсимметрия категорически важна, но, к сожалению, она экспериментально пока что не обнаружена в физике высоких энергий. Я подчеркиваю, почему, потому что на самом деле есть яркие проявления суперсимметрии в других областях физики. И они экспериментально, вообще говоря, видятся. Например, в теории конденсированных средств есть вообще, ну, допустим, вы рассматриваете, ну, что вы можете рассмотреть? Ну, например, топологический изолятор с переходами джозерсов. Даже в этой системе вы наблюдаете режим, в котором условно действует суперсимметрия. Но почему вы это наблюдаете? Ответ на это очень прост. Потому что в системе типа там конденсированных средств у вас, во-первых, куча параметров в руках, а во-вторых, вы сами можете влиять на эту систему некими управляющими параметрами. И вот вы можете выбрать вот в области этих параметров такую зону, где вот теория суперсимметрии будет отлично работать. А здесь нет. Вот физики высоких энергий, вот что вам природа предложила, вот с тем вы и работаете. То есть природа на масштабе энергии 100 Т, она не суперсимметична. Ну и следующий момент. На самом деле вот со струнами связано, конечно, громадное количество дополнительных частиц. Ну и, конечно же, этих частиц мы, в общем-то, опять-таки, экспериментально мы не видим. Вот. Но, тем не менее, сохраняется некий оптимизм по поводу этой науки. Почему? Потому что, вообще говоря, поскольку теория струн связана с квантовой гравитацией, то это означает, что эта наука, она должна хорошо работать на планковском масштабе. А планковский масштаб, он вот порядка 10-18 гигаэлектрон-вольт. Ну а точка, где мы находимся на большом адронном коллайдере, это на 14 порядков меньше. Поэтому, что находится на этих 14 порядках, это вообще совершенно непонятно. И, по сути, делать какие-то выводы, ну, крайне преждевременно. А вот, Александр Ильич, комментировал, что энергия, значит, я могу прокомментировать следующему. Вселенная является замечательным естественным ускорителем. Просто нужно научиться детектировать частицы, которые идут из космоса. Значит, энергии, максимальной энергии, которая достигается, вот китайцы недавно зарегистрировали, 10-15 электрон-вольт. Это, извините, много. То есть, на самом деле, это превышает вот большой адронный коллайдер на несколько порядков. Просто такие события редки. Нужно, на самом деле, научиться работать с редкими событиями, либо выводить за пределы атмосферы уже вот какие-то детекторы там и так далее. То есть, на самом деле, развивать астрофизику, экспериментальную астрофизику. То есть, не обязательно вообще, говоря, строить вот что-то такое сногсшибательное именно на Землю. Вот. Да. Ну и, кроме того, значит, есть вообще, говоря, такая штука, как космология. Космология говорит о том, что у вас вообще темная материя должна как-то организовываться. Ну и, в частности, скажем, частицы, которые слабо взаимодействующие частицы темной материи, как раз могут являться суперсимметричными партнерами уже известных частиц. Ну, к сожалению, есть, в общем, достаточно много вопросов, идущих из той же самой космологии и вообще из физики частиц. Ну и, в частности, один из самых забавных вопросов, который, на самом деле, мне очень интересен. Как-то он меня мучает все время. Значит, с точки зрения реализации, ну, казалось бы, что может быть проще, чем реализовать скалярную частицу? Но, к сожалению, из известных скалярных частиц мы знаем только лишь одну экспериментальную открытую. Это бозон Хиггс. Больше среди открытых экспериментально скалярных частиц нет. Все остальные частицы имеют спин. И вот вопрос, почему природа пошла именно таким путем, почему она забыла о генерации, так сказать, скалярных частиц, либо что-то произошло на каких-то ранних этапах развития Вселенной, что скалярных частиц было много, а потом они исчезли. Ну вот, к сожалению, дать ответ на этот вопрос я на данный момент не могу, но, тем не менее, этот вопрос достаточно интересный с моей точки зрения. Ну вот, значит, частично мы продвинулись, вот, примерно ответив на вопрос, что же такое теория струн, ну а теперь переходим к обсуждению того, что же такое кварглионная плазма. Так вот, кварглионная плазма, это на самом деле считается новое состояние материи, точнее, ядерной материи, и оно характеризуется тем, что, во-первых, это состояние, оно реализуется при сильной константе связи квантовой кромодинамики. Во-вторых, это состояние реализуется при ненулевых температурах и конечных плотностях заряда. Причем под зарядами я имею в виду не только стандартный электрический заряд. Заряды – это то, что сохраняется в физике элементарных частиц, это может иметься в виду и лептонные заряды, и барионные заряды, в общем, любые заряды любого типа. И есть два интересных момента, связанных именно с этим состоянием ядерной материи. Эти два момента связаны с тем, что имеется поток импульса в направлении перпендикулярным столкновению тяжелых луонов, и этот поток затухающий. То есть импульс, он в этом перпендикулярном направлении сходит на раны или нет. Так вот, именно два последних пункта говорят о том, что кварбленная плазма является жидкостью с нетривиальным значением сдвиговой вязкости. Таким образом, для того, чтобы эту науку построить, нам необходимо обратиться к некой гидродинамической теории квантовой хромодинамики при нетривиальном значении температуры, то есть термальной квантовой хромодинамики. Ну и, соответственно, учитывать то, что у вас сильная константа взаимодействия, ну и, соответственно, конечные какие-то химпотенциалы, какие-то еще потенциалы вошли. То есть, по существу, вот все то, о чем я говорю, на самом деле вы приходите к специалисту и говорите, мне нужно сформулировать теорию, чтобы она была вот такой, 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 такой. И он просто выпадает в осадок. Почему? Потому что невозможно сформулировать эту науку, чтобы она удовлетворяла, на самом деле, всем вышеприведенным фактам. Но, тем не менее, что-то, конечно же, было сделано. И вот на ранних этапах, когда рассматривали кварбленную плазму, конечно же, применяли различные способы действия, связанные со стандартной квантовой теорией поля. В частности, исследовался гидродинамический предел термальной квантовой теории поля. И приятно отметить, что здесь, в общем-то, вот отметились люди. В 1979 году первая работа была написана Шуриком. Это известный человек, работал на тот момент в Новосибирске, в Институте ядерной физики. Дальше, в общем-то, к этому делу подключился Пьоркин, не менее известный человек. После Пьоркина, конечно же, вот исследования в области кварбленной плазмы, они стали все более интенсивными. Далее, значит, что-то люди пытались искать в рамках стандартной квантовой теории поля. Ну, грубо говоря, суммирование фейминских диаграмм. Вот в такой науке они пытались найти коэффициенты переноса разные в этой кварклеонной плазмы. Различным способом, в том числе и, скажем, способом, который называется БФКЛ. Это такая знаменитая штуковина, связанная, ну вот КА. Я хочу, собственно говоря, акцентировать внимание на этой КА из БФКЛ. БФКЛ – это Кураев, который работал, на самом деле, в Харькове долгое время, потом он работал в Новосибирске, но, в конце концов, он осел в Дубне. В общем-то, то есть, вот какие-то связи с нашим институтом здесь прослеживаются, что, в общем, приятно. Теперь, значит, по поводу некой экспериментальной реализации этой программы, нахождения этого нового состояния вещества. А тут вроде как бы все понятно, что изначально еще что-то делалось в Церне, но, опять-таки, это были непрямые наблюдения кварклеонной плазмы, а что-то такое, пока что непонятно. Ну, прощупывали к тому времени. Все, конечно, сильно изменилось со строительством ускорителя США. Этот ускоритель называется РИК. И, фактически, на этом ускорителе разгонялись тяжелые ионы. Насколько я понимаю, США использовали ионы золота, дальше сейчас в Церне используют ионы свинца. Ну, вот на этом ускорителе была примерно за 4 года обнаружена кварклеонная плазма. Все эти исследования были просуммированы в работе Гласси и Маклерона 2005 года. Что тот, что другое, они, в общем-то, входят... Ну, на самом деле, они возглавляют две различных коллаборации в РИКе. Ну, и, соответственно, вот сейчас настало время, когда данные первоначальные, они фактически улучшаются, либо каким-то образом корректируются. Ну, в общем, стандартный этап в экспериментальном исследовании вот этой вот штуки. Вот. Ну, и фактически, каким образом видится вот этот процесс создания кварклеонной плазмы? Ну, опять-таки, эти картинки, они, конечно же, ничего не показывают. На самом деле, это некая иллюстрация процессов, которые происходят в эксперименте. Ну, вот два иона, они летят друг на встречу другу, поскольку они разгоняются до околосветовых скоростей, то есть достаточно большие энергии у этих объектов, то, естественно, они претерпевают лоренцевое сжатие, поэтому, по сути дела, ну, два каких-то блина летят друг на друга. Они сталкиваются, в процессе их столкновения высвобождаются кварки и глионы, ну, и на самом деле дальше происходит образование вот этой самой кварклеонной плазмы. И вот обратите внимание на цифры, приведенные. Ну, на самом деле, значит, почему этот объект уникален? Ну, прежде всего, он уникален потому, что фактически время его жизни очень короткое. Вот кварклеонная плазма, она образуется, скажем, короче говоря, она живет от 10 минус 24 до 10 минус 22 секунды. То есть на самом деле, с нашей точки зрения, это крайне малая цифра. То есть вообще вот ничего не успеем понять. Но, тем не менее, экспериментаторы как-то решили эти проблемы, они, в общем-то, они уже согласовали свои измерения с этим масштабом. Но, с другой стороны, все, естественно, все познается в сравнении. То есть для нас вот эти два порядка, я подчеркиваю, это два порядка. Это малая цифра, но это два порядка. Для нас эти два порядка ничто. Но фактически, с точки зрения кварклеонной плазмы, это ее целая жизнь. То есть за эти два порядка она успевает родиться, вырастить, состариться и по существу умеет. Значит, какие температуры здесь могут реализовываться? Ну, вот стандарт – это 10-12 кельвинов. Значит, плотности энергии тоже очень большие. Очень большое давление объемное – 10-20 бар. Но есть другая малая величина, помимо время жизни. Эта величина – это отношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии. Вот эта величина, она порядка 10-13 кельвинов на секунду. Здесь я хочу отдельно сказать, почему при условиях эксперимента очень важно иметь некую малую величину. Почему? Потому что на самом деле все остальные величины – они большие. И на фоне больших величин верифицировать флуктуации больших величин становится крайне сложно. Особенно вот при таких малых временах жизни. Но когда у вас есть некая малая величина, то тогда вы за ней можете следить и фактически увидеть ее флуктуацию даже вот на таком малом масштабе времени. Поэтому вот эта величина, величина отношения сдвиговой вязкости к плотности энтропии, она в этой науке играет ключевую роль. Так вот, эта величина, она говорит о том, что кварклионная плазма является практически... практически идеальной жизненностью. Почему? Потому что на самом деле, если вы сравните это значение с данной величиной, данным отношением для жидкости обычно, ну вот, взяв в качестве примера жидкости воду и газ, в качестве примера взят азот, то, соответственно, вы увидите существенное отличие вот этой величины кварклионной плазмы от стандартной жидкости и газа. То есть на самом деле речь идет о том, что кварклионная плазма не является ни жидкостью в нормальном представлении, ни газом. То есть это практически идеальная жидкость. Вот, но нужно отметить, что, опять-таки, это вот это отношение замечательное с двиговой вязкости к плотности энтропии маленькое в этой науке. А сама-то сдвиговая вязкость, она большая. Почему? Потому что сдвиговая вязкость, она пропорциональна кубу температуры, а мы уже увидели, что температура там очень большая. То есть по существу вот малая величина, вот эта взята, она совершенно не случайна. Ну а теперь давайте посмотрим, что такое сдвиговая вязкость принципа. Допустим, если мы имеем жидкость между двумя пластинками, располагающимися на расстоянии L, и мы тянем с некой силы F нижнюю пластинку, то жидкость, если она имеет вязкость, она, конечно же, будет трансформироваться. Ну и, соответственно, сдвиговая вязкость является ничем иным, как просто коэффициентом пропорциональности между, с одной стороны, соотношением силы на площадь вот этих пластинок, ну а с другой стороны скорость на ширину между двумя этими пластинками. Ну и, соответственно, если, конечно, у вас есть сдвиговая вязкость в системе, то импульс в перпендикулярном скорости направления, он будет уменьшаться. То есть он будет затухать. Примерно то же самое происходит и в парглённых пластинках. Теперь возникает вопрос, каким образом мы можем экспериментально измерить эту величину отношения сдвиговой вязкости к плотности энтропии? Вот именно в контексте столкновения тяжёлых ион. Оказывается, эта величина, она меряется непрямо, но меряется за счёт того, что называется эллиптическим потопом. Что имеется в виду под эллиптическим потопом? Значит, имеется в виду следующее, что хотите вы или нет, но большинство столкновений пучков и ионов, они не центральны. Почему? Потому что трудно, в общем-то, вообразить, что вот просто они по центру все будут сталкиваться. Если это так, то в зоне столкновения, которая на рисунке обозначена сереньким цветом, возникает такая миндалина с двумя направлениями. Одно из этих направлений больше, другое меньше. И вот импульс, который в направлении большем, вот этой самой миндалины, он затухает больше, а в направлении меньше, соответственно, меньше. Ну и, кроме того, для того, чтобы характеризовать это затухание импульса, вводится некий угол между плоскостью столкновений, ну и, соответственно, вот этот угол хи, вот показан на рисунке. Дальше вы берете и, соответственно, вводите функцию числа частиц, зависящих от этого угла, введенного угла, и раскладываете вот эту величину в ряд фури. И, фактически, вот то, что у вас стоит при косинусе двойного угла, как раз и является удвоенным эллиптическим потоком. То есть, фактически, в эксперименте меряется эта величина. Дальше эта величина, она пересчитывается в рамках теории и сравнивается с тем, что мы имеем на руках. Я вот эксперимент с теорией, вот эти вот два графика комментировать особо не буду. Я просто скажу следующее, что согласно эксперименту, значение этой величины, отношение сдвиговой вязкости, плотности энтропии лежит для различных измерений между значениями 0,08 и 0,25. Ну, естественно, в системе единиц, когда у вас постоянная планка, аж чертой, и Больцмановская константа, все это вещи равны единице. Ну, вот 0,08 – это единица на 4. И вот это вот значение давайте мы отметим для себя, потому что оно каким-то образом появится в дальнейшем. Вот, соответственно, все расчеты в теории проведены, конечно же, не в рамках, точнее, проведены в рамках стандартной квантовой теории поля, ну и фактически вручную, естественно, такие расчеты не делаются, и необходимо привлекать очень сильно вычислительные мощности, причем немало. Вот, теперь есть же еще в этой науке, кроме сдвиговой вязкости, объемной вязкости. Ну, как показывает практика, объемная вязкость, она не сильно влияет на полученные результаты, поскольку соответствующее отношение плотности энтропии объемной вязкости, оно дает, ну, вот где-то по неким оценкам меньше 10% в конечный результат, кто-то говорит, что меньше 20%. То есть, на самом деле, вот с точки зрения нормальной экспериментальной физики, вот это ужасающая цифра, даже 10%. Но, тем не менее, для данного объекта это, в общем, считается, что это не так нормально. То есть, по существу, по существу говорится о том, что основной эффект связан именно с сдвиговой вязкостью. Ну, и здесь я хочу отметить следующее. Я хочу сказать, что на самом деле, на самом деле, если вы имеете дело с практически идеальной жидкостью, то это будет означать, как это ни странно звучит, что эта жидкость находится в режиме сильной константы связи. То есть, взаимодействие между частицами этой жидкости, оно максимально интенсивное. Откуда это следует? Это следует из того, что, пользуясь, в общем-то, размерностью, может, в конце концов, физики, а не математики, мы по размерности можем соорудить некую формулу, которая бы отвечала размерности сдвиговой вязкости. Значит, что в эту формулу будет входить? Ну, будет входить плотность массы, соответственно, скорость, некая средняя частица. Ну и, кроме того, важная величина будет входить, которая характеризует средний свободный путь, то есть путь от столкновения до столкновения. Ну и, соответственно, получается, что если у вас взаимодействие между этими частицами, оно сильное, то у вас этот средний свободный путь, пройденный от столкновения до столкновения, он становится все короче, короче и короче. Но он пропорционален сдвиговой вязкости. То есть по существу, значит, чем меньше эта сдвиговая вязкость, тем меньше у вас значение вот этой самой M. То есть в конечном итоге мы приходим к тому, что абсолютно идеальная жидкость, в которой сдвиговая вязкость равна 0, она вообще находится при очень сильной константе взаимодействия. Ну, то есть с этой точки зрения куарглионная плазма является, как мы уже поняли, некой жидкостью, обладает некими специфическими вещами, ну и, соответственно, главной величиной как в теории, так и в практике является как раз отношение сдвиговой вязкости к плотности. Так вот. А правильно, что в альбомной плазме это процесс обладания некоторой модели там раннего Северна, или это сказано как-то можно судить по... Да, безусловно. Безусловно, этот объект, он интересен с точки зрения астрофизики, несомненно. Почему? Потому что по существу, в общем-то, он описывает действительно вот в динамике образования раннего Северна. Ну, опять-таки, большой взрыв, и дальше вот, дальше, соответственно, ну вот эти вот цифры приведены, 10 минус 24 секунды, это фактически с точки зрения космологии, это, конечно, огромная величина. Почему? Потому что поэтапно уже произошло там много чего. Ну, в частности, все-таки это ранняя Вселенная, Вселенная, и фактически то, что исследуется в рамках парабионной плазмы, это фактически мы повторяем этапы развития для того, чтобы лучше понять. Почему? Потому что, конечно, в космологии и в астрофизике очень много вопросов и проблем, ну, в том числе, главная проблема парабионной асимметрии, которая, в общем-то, совершенно непонятно, почему материя превалирует над антиматерией, что произошло. Ну, возможно, что исследования парабионной плазмы, а не каким-то образом этот вопрос более-менее осветил. Ну, а теперь давайте к третьему пункту нашей программы перейдем и попробуем ответить на вопрос, а каким образом струны связаны с парабионной плазмой. Ну, в частности, наша цель – воспроизвести из теории струн каким-то образом вот то значение единицы на 4π для замечательного соотношения, которое мы видели. Значит, вот, еще раз, это значение итос единицы на 4π, это значение сейчас в современной литературе, вот, в правильстве он называется, пределом Ковтуна-Сона-Старинца. Итог, в общем, нужно сказать, что Павел Ковтун – это один из выпускников физтеха, я уж не помню, в каком году он выпускался, но, тем не менее, в общем-то, вот, сделал вклад в науку. То есть, на самом деле, эта статья Ковтуна-Сона-Старинца, она страшно цитируемая, то есть количество цитирований на эту статью, ну, если мне не изменяет память, возможно, уже перевалило за тысячу, в общем-то, очень много. Он работает, по-моему, в Ванкурине. Вот, ну и, соответственно, возникает вопрос, каким образом мы из теории струн можем вот эту вот величину достать. Ну, оказывается, что нам для этого необходимо ввести черные дыры теории струн, то есть так называемые черные брауны. Значит, что имеется в виду и каким образом это все происходит? Ну, опять-таки, это такая замысловато-долгая история, связанная с тем, что вы знаете, что есть некая, вот в квантовой механике есть, например, дуальность между частицами и волной. А что означает это слово дуальность? Дуальность, по существу, означает эквивалентность описания. Вы можете описывать квантовые механические процессы как с точки зрения частиц, так и с точки зрения волны. Это хорошо известная вещь. То есть, если вы пользуетесь волновой механикой, вы пользуетесь уравнением Шредингер для этой самой волновой механики. Если вы пользуетесь матричной механикой Газинбергер, вы, в общем-то, используете описание в терминах частиц. То же самое можно сказать, что, ну, на самом деле, вот этой дуальностью дело не ограничивается. В физике частиц известна также дуальность между частицами и солитонами. Под солитонами являются некие коллективные состояния, которые не разрушаются. Но почему дуальность между частицами и солитонами так важна? Дело в том, что в рамках этой частично солитонной дуальности прослеживается замечательная вещь, связанная с тем, что если частицы у вас находятся в режиме слабой константы взаимодействия, то солитоны в обязательном порядке находятся в режиме сильной константы взаимодействия. И наоборот. Значит, что такое солитонная струнная наука? Вот с точки зрения теории струн солитонными являются так называемые дирехле-браны. Что вообще такое браны? Ну, мы сделали шаг от частиц к струнам. Теперь фактически мы можем не ограничиться вот какими-то протяженными одномерными объектами, связанными со струнами. Мы можем продолжить это дело на мембрану, на чего-то там брану, ну, в общем, и так далее. То есть рассматривать, вообще говоря, объекты более высокого порядка. И все эти браны, они устроены таким образом, что взаимодействуют... Ну, во-первых, все дирехле-браны являются солитонными состояниями, то есть на самом деле они являются конденсатом неких струн. Каких струн? Открытых и замкнутых. Почему? Потому что открытые струны, они живут на поверхности вот этих самых солитонных состояний, а за счет замкнутых струн они взаимодействуют друг с другом. Значит, выглядит эта картинка вот примерно вот таким образом. То есть на самом деле то, что я рисую как дирехле-браны, это, в общем-то, вот такое вот солитонное состояние, коллективное состояние, которое организуется вот таким вот хитрым клубком из открытых и замкнутых струн. Вот. Дальше говорится о том, что на самом деле эти солитоны, они могут собираться... Они существуют не только там по отдельности, но они могут организовываться в некие слойки этих самых дирехле-бран. Причем эти слойки, они также являются стабильными. Это было показано Аркадием Цитлиным в 97-м году. И стабильность гарантирована на самом деле, точнее, равенством двух различных сил. С одной стороны, поскольку эти вещи, они электрически заряжены, значит, они должны расталкиваться. Но гравитация, поскольку они массивные, она, вообще говоря, эту штуковину должна схлопывать. То есть вот равенство сил расталкивания и притяжения дает вам возможность организовывать такое вот многосолитонное состояние, причем достаточно устойчивое. На самом деле гравитация здесь меряется совершенно в других вещах. Сейчас я буду об этом говорить. Вот. Значит, этот слайд я вообще собираюсь пропустить без всяких комментариев, потому что как-то, ну, вот. Значит, дальше я буду говорить о том, что вы на самом деле эти слойки не можете, в эту слойку добавляйте эти дырехиобраны, не можете вечно. Почему? Потому что наступит когда-либо предел, когда вся эта вот штуковина, она просто схлопнется в черную дыру, ну, или в объект, который как бы будет а-ля черную дыру. И вот этот объект, он называется черный бран. Так вот, давайте разберемся с тем, когда это на самом деле происходит, при каких условиях. Вот с точки зрения, значит, Ньютоновского закона, значит, потенциал выписан, он пропорционален массе, естественно, объектам, ну, и обратно пропорционально расстояниям. Так вот. Теперь Ньютоновское постоянное, ну, вот удобно, значит, когда вы работаете со стронами, удобно, в общем-то, мыслить несколько другими категориями. Значит, Ньютоновское постоянное, она входит в формулу для планковской длины. Поэтому это Ньютоновское постоянное, хорошо ее выражать через квадрат длины планки. Ну, а планковская длина сама по себе, ну, вот здесь вот важный момент, она пропорциональна струнной внутренней константе связи, а, по сути дела, струнная константа связи характеризует натяжение этих вот резиновых лент. Чем это натяжение сильнее, тем сильнее эта струнная константа. Ну, и на струнную длину, соответственно. Если мы в терминах длины струны единичной все это дело записываем, то у нас получается, что Ньютоновское постоянное тогда пропорционально просто квадрату струнной константы связи, а масса этого объекта, она выражается вот числом вот этих вот объектов в слойке, деленное на струнную константу. Фактически обратно к струнной константе как раз и является натяжением. Я не то сказал. То есть по существу вы можете увидеть, что комбинация гравитационной постоянной на массу, она пропорциональна вот этой вот струнной константе взаимодействия на число объектов, которые формируют вот эту самую струнку. Ну, по существу становится тогда понятным следующее, что если вот эта комбинация струнной константы на количество дирехле-брам-слойки существенно меньше единицы, то никакого эффекта гравитации здесь быть не может. Все как бы плоско. То есть на самом деле дирехле-браны в таком режиме, где у вас же струнная на n существенно меньше единицы, они в общем-то описываются, поскольку они заряжены, значит они описываются в прибавочной теории, типа теории электромагнитного взаимодействия. Но как только вот эта вот комбинация становится существенно больше единицы, то гравитация начинает играть существенную роль, ну и, соответственно, наступает момент, когда у вас вот эта слойка из n-дирехле-бран, она схлопывается в объект типа черной ныры. То есть что мы по существу имеем вот с точки зрения гравитационного, на самом деле это то, что называется ADS-CFT соответственно, первоначально предложенная Мальдесен и Габсером, Полихоум и Биттеном в 97-м году, значит они сказали следующее, что здесь вообще есть объект, который играет ключевую роль, это D3-брана, так вот на самом деле слойка из n-d3-бран в режиме вот константы взаимодействия, определяемые произведением струнной константы, количество этих дирехле-бран в слойке существенно меньше единицы, в этом режиме это все переходит в, на самом деле, некую калибровочную теорию, а в обратном режиме вот это вот все переходит в, по существу, некую черную брану, причем не просто в пространстве Минковского, а в пространстве антидесен. Вот, значит, каким образом это все применяется, ну вот для описания кварт-глеонной плазмы. На самом деле, на самом деле, эта дуальность, она говорит о чем? Она говорит, ну грубо говоря, грубо говоря, она говорит о том, что у вас есть эквивалентность описания между двумя совершенно различными объектами. Кварт-глеонная плазма – это теория, которая существует при сильной константе связи, но описывать ее крайне сложно. Что мы можем предложить в рамках вот этой самой калибровочной гравитационной дуальности? Мы можем предложить описывать эквивалентным способом этот объект, но в рамках вот физики гравитационной, но уже в режиме слабой константной взаимодействия. Ну, то есть в этом режиме мы можем использовать разложение в ряды по некой константе взаимодействия слабой, но, к сожалению, это будет уже не привычная нам теория. Почему? Потому что это будет теория либо черных гыр, либо черных бран в пространстве антидеситера. Ну, в общем, это будет некая экзотика, с которой нужно еще уметь работать. Но, тем не менее, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что вот в рамках этой калибровочной гравитационной дуальности, как бы вы ее ни называли, значит, свойства калибровочной теории при сильной константе взаимодействия, они закодированы в соответствующих свойствах черных дыр в пространстве антидеситера. И вот теперь возникает вопрос, а каким образом вообще черная дыра может промоделировать наличие жидкости, причем жидкости с некой вязкостью? Ну, давайте посмотрим, что происходит тогда, когда мы мячик бросаем в пруд. Ну, вот мы бросили, значит, поскольку есть некая вязкость, вот возникают расходящиеся волны, за счет вязкости они гасятся, и через некоторое время этот пруд становится ровно таким же, как бы ничего не было. Что происходит, когда массивный объект падает в черную дыру? Значит, вот он проходит в горизонт событий, этот горизонт событий, условно говоря, искажается, и через некоторое время опять-таки вот рябь это уходит. Значит, частично эта рябь уносится гравитационной волной, частично, значит, она за счет там неких других механизмов нивелировалась. То есть, по существу вот эти две картинки говорят о том, что, ну, в очень грубом, естественно, приближении, что черная дыра, она обладает свойствами жидкости с нитрегральной вязкостью. Ну, вот дальше, в общем-то, на этом слайде приведены стандартные аргументы, которые были даны кофтным судам и стринцам в их замечательной работе. Аргументы следующие, что они проанализировали, многие решения для черных дыр, либо черных бран. Ну, и, соответственно, они выяснили, что сдвиговая вязкость, она пропорциональна площади горизонта событий вот этого черного огня. Но если мы говорим о площади горизонта событий, мы должны вспомнить фундаментальный результат Бикинстайна, который говорит о том, что площадь горизонта событий, она пропорциональна плотности энтропии для черных дыр. Поэтому по существу вот это отношение, организованное, оно фактически с точностью до коэффициента выражается в такой простой форме. Так вот, опять-таки, анализ кофту на сонные стринца говорит о том, что коэффициент пропорциональности – это единица на 16π на ньютоновскую постоянную. И если мы вот эту штуковину подставим в эту формулу, то в единицах типа скорость света, постоянная планка и больцманская константа, положенная равном единице, мы как раз воспроизводим вот этот самый результат, фундаментальный результат кофту на сонные стринца, что наиминимальнейшее значение отношения сдвиговой вязкости к плотности энтропии равно единица на 4π в этой системе отчета. То есть 0,0,0. Значит, по сути, в общем-то, я ответил на вопрос, который ставился в самом начале, каким образом связаны два объекта, теория струн и кварблюнная плазма. Ну, насколько было видно, конечно же, связь абсолютно непрямая и довольно цивилистая, но, тем не менее, можно сказать следующее, что в процессе исследования того или иного объекта, имеется в виду в процессе исследования как теории струн, так и кварблюнной плазмы, значит, было выяснило следующее, что на самом деле существует некая дуальность между калибровочными и гравитационными теориями. То есть эквивалентность описания. И эта эквивалентность описания, она дает возможность описывать калибровочные теории типа квантовой хромодинамики в терминах гравитационных моделей, но уже обладающих тем замечательным свойством, о том, что они находятся в режиме слабой константы взаимодействия. Дальше по существу говорится о том, что если вы находитесь в режиме сильной константы связи, то стандартным способом, способом квантовой теории поля исследовать такую штыковину крайне сложно. И одним из наиболее эффективным способом для этого является решеточные модели. Но опять-таки они приводят к дополнительным трудностям, связанным как раз с тем, что не так много узлов решетки можно реализовать на практике. И, конечно же, если когда-нибудь будут созданы, скажем, квантовые компьютеры, то вычисления в рамках решеточных моделей, они, конечно, существенным образом это дело продают. Но, с другой стороны, теория струн, она позволяет на это дело взглянуть иначе, в общем-то, с помощью соответствия между гравитацией и квантовой хромодинамикой, все-таки пересчитать некие величины, не все, конечно, но какие-то характерные величины в рамках даже гравитационных. И понятное дело, что, опять-таки, сама по себе теория струн, она, в общем-то, кварбионную плазму полностью воспроизвести, естественно, не может во всех ее характерных проявлениях. И более того, если и будет создана когда-то окончательная теория кварбионной плазмы, это должен быть некий синтез, синтез моделей, подходов и так далее. Почему? Потому что объект слишком сложен для того, чтобы в какой-то вот в рамках единой модели, механизма, подхода его описывать. Ну, фактически, в общем-то, я сказал все, что хотел. Ну и вот мне сказали, что нужно вас озадачить чем-то. Ну вот давайте за, скажем, оставшиеся, я не знаю, 20 минут можете решить три задачи. Поскольку речь шла о цифрах, значит, соответственно, задачи в цифрах. Ну а ответы присылайте. Посмотрим. Продолжение следует...